Девушки отдыхают 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 Нужно самому что-то делать, не сидеть на месте, просто попробовать это, попробовать то, попробовать третье, другое там. И вот так, вот так потихоньку ты найдешь себя. Если честно, как я понял, я никак не понял, меня позвали. В первый раз я с мистерами из ГУП связался в 2018 году, у меня друг участвовал в этом конкурсе. И им для творческого, они вот разделились там на мелкие группы, им для творческого нужен был танец. Он мне сказал, слушай, ну пойдите танец поставить, поможешь нам? Да, давай, почему нет? Пошел, поставил танец, и тогда я думал, вот если меня в следующем году пригласят организатором и хореографом, то я обязательно пойду. А я уже изначально собирался как участник выйти. И тут мне, получается, я стою на кухне, готовлю, мне пишет Саша, звонит, привет, вот у нас скоро будет мистер МИСГУПС. Не хочешь ли ты поработать хореографом? У меня просто эта поварешка. Людик падает, я думаю, офигеть, офигеть, надо по-любому идти. Какой нафиг там участник? Нет, нужно идти, ставить танцы, пробовать себя, искать в этом. А на лучшую группу мне тоже написала девочка, которая была участницей. Сказала, что ей посоветовали, и я сразу согласился. Тут не знаю, почему я сразу не думаю, согласился. С музыкой, от музыки, это все от музыки. С детства я очень часто, очень много слушаю музыки, всякое разное. И у меня, вот когда я слушаю музыку, у меня в голове только одно – танцы, 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 танцы. Я вот только рок не слушаю, только потому, что я не понимаю, как можно переносовать. И у меня просто движение в голове не складывается. А так вот, все от музыки. Это было так. Лежу я, значит, в сентябре в общаге, листаю инстаграм. С мыслями о том, что на следующее лето я поеду к себе домой получать права. Ну, так как я с Казахстан, у меня нельзя идти получать права. И я думал, в июне поеду, и все лето буду получать права ходить на них. Тут я листаю инстаграм, и мне просто попадается реклама. Я смотрю, там пацаны со сгубцами. Я прям заметил и думаю, опа, на. Что-то интересное получается. Так я захожу, листаю, листаю, листаю. Ну и думаю, какие нахрен права вообще. Вот я 21 год без прав проходил, еще бы потерпел. А еще поеду я или нет? Наверное, нет. Ну, конечно, не охота, но, наверное, не получится. Потом я поеду, конечно, по туристическому немножко. Как бы получится переехать вообще? Может быть. Но в этом году я не могу не получится. Мне понравилось очень сильно в нескольких странах. Это в Испании. Потому что там была атмосфера. Очень атмосферно. Я как-то проникся этой атмосферой. И прям сразу с первых дней мне... Вау. Мне здесь нравится. Я бы здесь остался. Там, знаешь, люди... Они простые какие-то. Они ни о чем не заморачиваются. Живут и живут. Им хорошо. Ни о чем не переживают. В Астрии понравилась архитектура. Вень. Это просто вам бомбял. Космос. Еще мне понравилось... Ну, конечно, в Америке. Там вообще, конечно, все природа. Там все для людей. Люди сами, они открыты к миру. То есть, нет такого, что ты как здесь, допустим, едешь. И тебе трудно, допустим, заговорить. Люди друг с другом здесь не разговаривают вообще. Там такого нет. Там, где бы ты ни был, куда бы ты ни ехал. В автобусе, там, еще где-нибудь. Они начинают с тобой разговаривать. После недели ты уже... Ну, проливание там ты уже сам начинаешь. У них что-то спрашивают, как у тебя дела. Как ты там живешь, что нового. Даже вот ты человека не знаешь абсолютно, он подходит к тебе и спрашивает, что у тебя новое. Как у тебя дела. Ты... У тебя настроение сразу не принимается. Наверное, путешествия. Это вот тот период, когда я уже закончил работу, начал путешествовать. Это вообще что-то с чем-то. Какой Нью-Йорк есть в фильмах, каким его показывают, такой он и есть на самом деле. Там просто... Там круче, чем космос. Там... Я вот даже не знаю, как это описать. Мне понравился еще Сиэтле тем, что это очень современный город. Там прям... Как-то все очень по-современному. Примерно, продвинутый очень. Наверное, мама. Потому что... Вот она мне какую-нибудь историю расскажет из своей жизни. Я потом сижу и думаю, блин, надо еще упорнее, усерднее трудиться. Или там что-нибудь. Ну да, из опыта своего расскажет, как она с этим отправлялась, как она думала, как она действовала. Что бы я хотел вам сказать? Что все у вас в голове. То, что вот вы делаете, то, что у вас все это получается, то, что у вас будет, это все у вас в голове. То есть, как вы запланируете, как вы думаете, так оно у вас и будет. Мыслите позитивно. Не надо этого делать. Негатива в мире очень много сейчас. Пожалуйста, давайте будем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!